Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско, консалтинг и аудит. Банкротное законодательство отшлифовалось два десятка лет назад. Судебная практика складывалась не один год. И сейчас ситуация с банкротством юридических лиц такова. В отношении руководителя и учредителей, а также иных КДЛ, контролирующие должника лицу, действует презумпция виновности. То есть априори признается, что в банкротстве предприятия есть вина этих лиц, если те не докажут обратное. Как директору банкрота избежать субсидиарной ответственности, если управляющий требует от него передать документы, а их у него нет? Разбираемся в нашем видео. КДЛ уже давно и успешно привлекают к субсидиарной ответственности при наличии необходимых составляющих такой ответственности. В случае возникновения оснований для банкротства и невозможности полного погашения требований кредиторов. За неподачу заявлений о признании банкротом управляемого предприятия. За нарушение законодательства о банкротстве. Банкроты без суда. Число внесудебных банкротств в России стремительно растет. Так, за 9 месяцев этого года более 23 тысяч россиян были признаны финансово несостоятельными через АМФОЦ. Обо всех важных изменениях и новостях мы оперативно рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Согласно закону о несостоятельности банкротства, у руководителя-должника есть три дня для передачи конкурсному управляющему всей документации, печати, штампов и материальных ценностей предприятия. Срок исчисляется со дня назначения судом нового временного управленца. Руководителя компании могут привлечь к субсидиарной ответственности только лишь на основании того, что он не передал документы арбитражному управляющему. И в такой опасности может оказаться любой директор, занявший эту должность в пределах трех лет до разорения бизнеса. А вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас жду свежие видео с важнейшей информацией для бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите на кнопку подписки прямо сейчас. Типичная ситуация. Предприятие плавно тонет. Владельцы бизнеса пытаются найти причину в неправильном управлении, сменяя одного руководителя за другим. Или же наоборот, ищут зиц председателя, прогнозируя скорейшее банкротство. Новому управленцу вроде бы передают нужную документацию, но не всю. И это выясняется уже в процессе судебного дела о несостоятельности, когда арбитражный управляющий не может получить от смещенного руководителя часть документов и инициирует привлечение того к субсидиарной ответственности. Оказались сложные финансовые ситуации? Наши эксперты по банкротству помогут вам пройти через все этапы процедуры с минимальными потерями. Мы предлагаем комплексный подход, включающий анализ ситуации, разработку стратегии, согласно законодательству и сопровождение на всех стадиях процесса. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не упустите шанс экономить. Используйте промокод YouTube ROSCO и получите скидку 15% на наши услуги. Вся необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте, действуйте прямо сейчас. Для того, чтобы не оказаться должным выплачивать сотни тысяч и миллионы из собственного кармана, непричастному к разорению компании главе предстоит доказать, что он не виновен в причинении убытков. В своих действиях по управлению фирмой он действовал добросовестно, не бездействовал и даже пытался предотвратить еще больше ущерб. Между его поведением и наступившими убытками у хозяйствующего субъекта нет причинно-следственной связи. Но временщики, недавно назначенные генеральные директоры фирм, уже вошедших в финансовое пике, чаще всего становятся объектами субсидиарной ответственности именно по причине непередачи бухгалтерских документов арбитражному управляющему. Последний заявляет суде, что не может в отсутствии бумаг выявить все активы и взыскать дебиторскую задолженность, что существенно мешает ему сформировать конкурсную массу и расплатиться с кредиторами. О том, когда руководитель должен подать заявление на банкротство, мы рассказывали в этом видео. Доказать свою невиновность директор может 1. Предоставив суду акты приемки передачи документов от предыдущего руководителя. Это подтвердит, что в составе полученной при вступлении в должность документации нужных материалов уже не было и докажет, что у КДЛ не было злого умысла, а он в силу независящих от него причин не может передать нужные документы. 2. Обосновав объективный характер утраты документации. Если это случилось в результате кражи, приобщите в дело документы о приеме заявления в полицию. Утрату бумаг после пожара подтвердите справкой из МЧС. При изъятии отчетности и договоров органами МВД предоставьте соответствующий акт, выемки и т.д. 3. Подав любую документацию, свидетельствующую о попытках восстановления документов, например, претензии, письма в адрес контрагентов с предложениями восстановить оригинал утраченного документа. Если документы намеренно удерживаются бывшим начальником, укажите на поданный в суд иск к нему и т.д. 4. Предоставив аргументы, что непередача части документов не мешает управляющему сформировать конкурсную массу. Кроме того, помогает избежать дополнительной ответственности. 5. Отсутствие долгов по зарплате перед сотрудниками и перед бюджетом по налогам. Этот факт считается плюсом и доказывает рациональное использование средств компании на бросовестное поведение руководителя. 6. Заключение аудитора, из которого явствует вывод об экономическом смысле сделок в последние три года. Хорошо, если он опровергает и возможные обвинения в адрес руководителя о попытках вывода всех активов с тонущего корабля. О том, каких мнений придерживаются судебные инстанции, расскажет Станислав Мельник, юрист компании «Русска». Если имелись объективные обстоятельства, отсутствие у лица нужных документов, презумпция вины не может быть применена. Например, если коробки с бухгалтерской документацией были изъяты правоохранителями в результате выемки или обыска. Контурсный управляющий и КДЛ состезуются в доказательствах. Заявитель должен привести доводы, что отсутствие у него полной информации существенно влияет на процесс банкротства, а КДЛ, в свою очередь, вправе опровергать презумпцию виновности. Получается, что при назначении на должность новое лицо компании должно заранее позаботиться о своей финансовой безопасности на случай, если компания разорится, а при наличии обвинений активно защищаться. Чем опасна субсидиарная ответственность? Принятие пассивной позиции неминуемо приведет к однозначному решению суда. Директор обязан покрыть убытки, которые образовались в связи с непередачей документации. Суммы недоимок часто исчисляются миллионами. Выплатить их обычному наемному работнику, хоть и высокого должностного ранга, нереально даже за всю жизнь. Основной риск состоит в том, что избавиться от этого взыскания нельзя никакими способами. Дело у пристава будет висеть десятилетиями, а списать такую задолженность в результате банкротства самого КДЛ нельзя в силу закона. То есть долг и налагаемые приставами ограничения будут действовать до полной выплаты. Кстати, в этом видео мы рассказывали об увеличении объема информации о банкротстве на Федресурсе. Подведу итоги. В деле о банкротстве бывший руководитель обязан передать всю документацию конкурсному управляющему в течение трех дней после назначения последнего. Непередача бухгалтерской документации дает веское основание для привлечения директора к субсидиарной ответственности и возложения на него обязанности уплатить убытки из собственного кармана. Избежать дополнительных обязательств можно только оспаривая требования конкурсного управляющего и доказывая объективный характер невозможности передачи документов, а также отсутствие препятствий для формирования конкурсной массы. На этом все. Хотите знать больше? Плейлист «Юлист по банкротству» ваш экспертный гид по всем аспектам банкротства. В нем вы найдете видеоматериалы, подробно объясняющие процедуру банкротства в России, защиту прав должников и кредиторов. И большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании «Роско» ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Пусть Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok